Александр, здравствуйте. Доброго дня всем. Мы с вами находимся на очень масштабном мероприятии, я думаю, ключевом в этом году по электротранспорту в Российской Федерации. И я знаю, что вы к этому имеете прямое отношение. Я очень рад тому, что у нас сегодня проходит второе мероприятие. Моя компания «Электромобили мира» принимала участие в организации первого электрофестиваля. И сегодня я очень рад, что принимаю участие уже как главный редактор и издатель своего журнала «Эви Карсворд». Это «Электромобили мира» журнал, который рассказывает исключительно о электрическом транспорте и возобновляемой энергетике. Ну, сегодня, как вы видите, уже в сравнении с первым мероприятием очень ярко выраженная соревновательная часть. То есть мы разбили по сегментам электрический транспорт и даем возможность пройти трассу и зафиксировать время прохождения этого трассы. И это первые цифры и первые данные, которые мы можем говорить уже в точности о технических характеристиках того или иного вида электрического транспорта. Александр, а какие из представленных стендов, может быть, представленная конкретная техника, вам понравилась больше всего? Ну, так как вообще моя суть – это механик, то я, конечно, смотрю всегда вглубь и не могу не сказать о двигателях «Дуэновых». Я очень подробно сегодня брал интервью и делал обзор этой техники. И само сердце двигателя D-90, который установлен на многих транспортных средствах, меня очень радует. Радует тем, что это уже отечественное производство. И, наконец, вот эта наша, ваша инновационная, так сказать, перемотка славянки дошла до практического применения и уже намотала определенное количество километров в реальности и в реальной ее эксплуатации, что меня очень радует. Спасибо вам большое. Александр, скажите, а вот ожидания ваши конкретные от этого мероприятия оправдались или хотелось бы еще масштабнее, еще больше, может быть, что-то изменить, дополнить? Как говорится, все пошагово. Это мероприятие дало четкое понимание о том, что соревновательная часть имеет, наверное, самое главное и значимое значение. Поэтому сегодняшнее мероприятие – это подготовительная часть тех мероприятий, которые мы будем проводить. Приоткрою секрет. Сочи, трасса «Формула-1» и вообще, как бы, Краснодарский край очень ждет проведения именно таких мероприятий, так как там, если вы побываете на набережной, просто переизбыток электросамокатов, электровелосипедов, которые трудятся в прокате. И компании, которые предоставляют прокат, очень хотят заявиться и показать о том, что они вносят свой вклад в экологию города, так как мы даем возможности, вы даете возможности, все, кто сегодня здесь присутствует, передвигаться из точки А в точку Б, не нанося вред экологии. И это самое важное лично для меня. Отлично. Спасибо вам большое за исчерпывающий ответ касательно этого. Но у меня все же будут еще к вам вопросы. Слушаю. Скажите, как вы считаете, вот технология совмещенных обмоток «Славянка», имеет ли она потенциал для развития на мировом рынке? И в каких областях? Абсолютно. Я очень внимательно слежу за развитием вашей технологии. И сегодня, когда я могу в точности уверенно сказать, что она приобрела серийное производство, и те детские вопросы, которые задавались о том, что есть какие-то сложности в этом производстве, уже решены. Я вижу серийно произведенные моторы, вижу действительно эффект, который, ну, в практической точке зрения, он действительно лучше. И гораздо лучше эти моторы, которые мотались, так сказать, ну, можно так сказать, с 70-х годов мы мотали так, а ваша технология – это современный момент, и это и экономичность, и эффективность, вот, и, скорее всего, даже и надежность. Потому что, когда у мотора больше мощности, ему гораздо легче выдерживать пиковые нагрузки и гораздо дольше нам служить. Поэтому я считаю, что сегмент легкого транспорта, самокатов, электровелосипедов и гольфкаров – это прям вот двигатель D90 и другие модификации, которые у вас есть с разными мощностями. Вот. И в ближайшее время я с удовольствием хочу вам предложить установку этих двигателей на те транспортные средства, которые делают наши цеха по переоборудованию электромобилей. И это набирает очень большие обороты и популярность среди водителей и населения. Спасибо большое. Буду ждать вас всегда на всех наших мероприятиях и приоткрою секрет, что трасса «Формула-1» в Сочи. Мы ее будем готовить для проведения следующего мероприятия в стиле соревнований, показа и популяризации среди населения транспорта, который сегодня здесь видите. Хочу сказать один маленький нюанс. Вы меня спросили о том, что немножко не нравится. Друзья, мы не успели сегодня показать вам автопилотируемый транспорт и немножко мало автомобилей у нас присутствует, которые серийно выпускаются. Не буду называть их моделей, потому что они мои любимые. Но на следующих мероприятиях вы обязательно увидите этот транспорт. И помимо того, что мы вносим значимый вклад в экологию, мы еще должны привыкнуть к тому, что все виды электрического транспорта должны быть умные, автопилотируемые, что позволит избегать дорожно-транспортных происшествий и человеческого фактора и ошибок при их управлении. Спасибо большое. Я буду очень подробно рассказывать об этом на страницах своего журнала «Эвик Арсворд». Александр, спасибо большое. Удачи вам в ваших начинаниях. Это очень хорошее и важное дело. Спасибо. Спасибо вам. До свидания. Спасибо.